Привет, с вами вновь Орех и подборка самых горячих новостей в подкасте на GameLand.ru. Сегодня в программе. Пенниаркейд. Биошок. Большие проблемы, уникальные игры. Сайлент Хилл. Возвращение в сумрак. Финны выбрасывают мобильники. Мэнхант 2. Никакой пощады. Том Морелло зажег в Guitar Hero 3. Valve против Биошок. Джессика Альба качается на V. Halo 3 в комплекте с газировкой. Серебряный ДС стучится в Европу. Лока-Рока 2. Кислотное возвращение. Невероятное видео. Heavenly Sword. Под микроскопом. Ричард Гэрриот с Табула Расса. Все это вы сможете увидеть после рекламы. Не нахуй на стоп. Я хочу представить вам лучшую в мире интерактивную игру. Ванза Рейсинг. Возьмите в руки пульт, нажмите эту кнопку и машина поедет. Готовы? Поехали. Никаких игрушек. Только игры. Сладкая парочка. Тайка и Гейп, отлично известная всем по игровым комиксам Пенни Аркейд, теперь и сами станут главными героями увлекательного проекта. Игра с невероятно длинным названием Пенни Аркейд Адвенчерс от студии Hothead Games немножко смущает архаичной графикой, но при этом обещает море юмора и веселого геймплея. Персонажи отправятся в 1920 год, где будут расправляться с врагами в смешанном стиле адвенчер и РПГ. Все это очень напоминает пародию на Final Fantasy и Sam & Max, только в миллион раз смешнее. Первый эпизод многосерийного боевика ожидается ближе к концу этого года в версиях для PC, Xbox 360, Mac и даже Linux. Долгожданный Биошок продолжает победное шествие по экранам телевизоров и мониторов, но даже у больших игр есть свои мелкие проблемы и недочеты. В данном случае баги не обошли PC-версию игры. Кроме обязательной регистрации спиритуального наследника System Shock в онлайне, оказалось, что игра может быть активирована всего несколько раз. Пара переустановок системы и диски можно сдавать на помойку. Кроме того, многие антивирусы совершенно точно решили, что в инсталляторе игры находится вирус, а Windows Vista творение 2K Games как-то не понравилось. Еще больше дров разработчики наломали с широкоэкранными мониторами, где изображение вместо масштабирования просто тупо обрезается. Все ошибки разработчики обещают устранить в самое ближайшее время. После ничего не говорящего в видео новой части Silent Hills E3 нам оставалось только ждать. Вот и дождались. Как и было обещано, несколько лет назад Silent Hill 5 станет ответвлением оригинальной серии с явным упором в экшен. Свежий номер EGM приоткрывает завесу тайны над игрой, которая стала менее загадочной и более динамичной. Нового туриста темного тихого холма зовут Алекс Шепард. Он военный, надолго покинувший родной город. По возвращении на родину Алекс видит клубы тумана и слышит сирены. Боевая система с повреждениями в стиле кондемт и суперударами из Mortal Kombat два десятка новых монстров, видимо, должны обрадовать американских подростков. Появиться новый Silent Hill просто обязан на PlayStation 3 и Xbox 360 не позже конца 2008 года. Мы еще раз подробно вернемся к этой игре в одном из наших следующих подкастов. А пока фанаты ждут новый ужастик, веселые парни из Финляндии провели восьмой международный чемпионат по метанию мобильных телефонов. Хотя в соревновании принимали участие спортсмены из разных стран мира, все призовые места вновь достались хозяевам мероприятия. Горячий финский парень Томми Хуотари стал победителем основной программы среди мужчин, запустив свой телефон на 82 метра и 62 сантиметра. Мировой рекорд другого метателя мобилок Криса Хукфу остался не побит. В свое время он запустил сотовый почти на 100 метров. Кстати, мобилки были вполне рабочие. Как не пыталось рейтинговое агентство ESRB выбросить за борт жестокий экшен Man Hunt 2, игра, пережив небольшую операцию, вновь готовится к прыжку на прилавке западных магазинов. Теперь игра вышла из порно-зоны Adults Only, шагнув в резервацию детям до 17 с пометкой Major. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер негодует, стуча от злости кулаком, а мы с нетерпением ждем кровавое месиво из насилия и черного юмора прямо под мой любимый Хэллоуин, в версиях для PSP, Wii и PlayStation 2. Замечательный симулятор игры на гитаре Guitar Hero сильно не страдал от нашествия знаменитостей, но третья часть собрала под свои знамена реальных монстров тяжелого рока. Кроме Джимми Хендрикса и ганзовского слэша, в игре появится потрясающий Том Морелло из легендарной Rage Against the Machine. Причем в роли специального соперника для пальцев геймеров. Если вы забыли, то Guitar Hero 3 Legends of Rock выходит в самое ближайшее время и балует поклонников подборкой самых тяжелых мелодий и хитрых гитарных риффов, сочетаясь с угарным видеорядом. Да пребудет с вами Рок! А вот, кстати, и еще одна новость про Биошок. Игра оказалась настолько крутой, что попала под запрет. Нет, не очередного разбушевавшегося за моральные ценности юриста и не Арнольда Шварценеггера, а босса студии Valve Software Гейба Ньювелла. И ревность или вечное соперничество здесь ни при чем, просто он боится, что верные сотрудники настолько погрузятся в альтернативную вселенную, что напрочь забудут о родных разработках. Поэтому пока Эпизод 2 и Оранжбокс не будут завершены, сотрудники Valve не смогут прикоснуться к Биошоку. Тем временем Голливуд трясет от очередного слуха. Поговаривают, что звезда великолепной четверки и города грехов Джессика Альба совершенно разочаровалась в традиционных диетах и дорогущих тренажерных залов, выбрав простую и непринужденную в обхождении Nintendo Wii. Упражнения с джойстиком V-Mode перед гигантской плазменной панелью оказались актрисе и ее прекрасному телу явно по душе. Сверхглагожданная Halo 3 благополучно убежала на золото, а рекламная истерия вокруг мастера Чифа только набирает обороты. О летающих тарелках мы рассказывали в прошлом выпуске, теперь к сражению подключились богатые спонсоры. Mountain Dew призвано охлаждать геймеров, делая процесс игры более приятным. Не сочтите за рекламу, но этот смешной ролик обещают крутить и в России, так что давайте посмотрим его первыми. Теперь не только в Японии, но и в Европе можно приобрести Nintendo DS серебряного цвета. Nintendo не торопится объяснить мотивы этого анонса, но мы верим, что не последнюю роль здесь сыграла ее доброта и отзывчивость, ведь белая консоль всем порядком надоела, даже в комплекте с лицом Николь Кидман. Loco Roco, одна из самых необычных игр в истории, получит продолжение. Ребята из Sony официально подтвердили факт выхода о едею Loco Roco Bubu Kokorecho для PlayStation 3. Цветастая шизофрения с забавными существами, напоминающими собачек моей пышнотелой соседки, появится 21 сентября на территории Японии. Что касается Европы, то нам придется еще немножко подождать. Главными персонажами по кличке Kokorecho оказались совсем не петухи, а говорящие бабочки, привлекающие звуком «Буу» наших любимых колобцов. Проект Heavenly Sword от Ninja Fury ожидает нас уже в конце сентября, а чтобы немного привлечь ваше внимание, предлагаю взглянуть на довольно жестокое видео. Жестокое оно лишь по одной простой причине. На нашу героиню одновременно нападают около тысячи противников. В технологическом плане все безупречно, а вот интересно ли будет завалить столько врагов, мы узнаем уже совсем скоро. Киллбилл в массы. Новый проект создателей серии Ultima Ричарда Гэриота оброс таким количеством слухов, что даже сейчас сложно разобраться, где грязная правда, а где чистый вымысел. Игра успела побывать в классическом средневековом РПГ, а потом внезапно превратиться в шутер от третьего лица, при этом сохранив онлайн-идентификацию. Сюжетная линия нынешней табула раса отсылает нас к научной фантастике 80-х годов. Следуя его канонам, мы узнаем, что очень давно на свете существовала цивилизация Ило, которая могла силой разума преобразовывать материю в энергию. Подобрев, они поделились своими знаниями с более низкой расой Трекс. Конечно же, столь наивный поступок оказался роковым, и между ними развязалась кровавая война. В свою очередь, в первой произошел раскол, и в живых остались лишь те, кто называл себя Неп и Зе Бейн. Через множество столетий они напали на нашу родную планету, которую благополучно разрушили. Теперь люди, сумевшие сохранить свои жизни и изучившие знания Ило, под знаменем Elite Free Sentient Forces, вступают в финальную битву с врагом. Тут мы выходим на арену и начинаем игру. Задания в этом мире принято получать от NPC, а какие именно они будут, это зависит от игрока, потому как разработчики обещают нам настоящую нелинейность. Например, чтобы остановить пришествие сил Бейн, нужно разрушить дамбу, что приведет к разрушению близлежащей деревни. Игрок может выбрать между уничтожением деревни или попыткой предупредить жителей о надвигающемся бедствии. Ролевая система табула раса сохранилась в виде дерева умений. Все начинают игру, будучи на первом ярусе в виде новобранца. Затем идет разветвление на солдата и специалиста. Каждый, в свою очередь, имеет два подкласса, вроде подверняка или сапера, и так далее. И, наконец, пару слов о режиме игрок против игрока. Есть возможность играть один на один, команда на команду и клан на клан. Кланы принимают решение возможностей битв во время своего создания. Выход табула раса ожидается нынешней осенью, но я бы был осторожен с этой датой. Ребята из Destination Games умеют тянуть время. Я вынужден закончить наш подкаст, так как мой серебряный ДС уже заряжен и готов к бою. Хочу лишь напомнить, что спонсор выпуска выставка компьютерных и видеоигр GameX, которая пройдет в столице нашей родины с 14 по 16 сентября. Удачной недели и увлекательных игр. Пока! После ничего не говорящего видео... Только он левша был.